Стать участницей конкурсной программы, а вместе с этим побороться за звание лучшей автоледи города, изъявили желание порядка ста брещанок. Но из десятков заявок были отобраны лишь пять лучших девушек-водителей. Критерии отбора не строгие. Нужно было иметь водительское удостоверение, автомобили с механической коробкой передач, все необходимые документы на машину, отсутствие действующих нарушений ПДД. И, конечно, нужно быть членом БРСЭМ. Обычно проходят на автодроме. Мы в этом году решили сделать его массово зрительским и вынести его на территории города, сделать своеобразный праздник для жителей микрорайона «Восток». Сделать прямо на парковке. Большое спасибо нашим партнерам, организаторам ТРЦ «Экватор», которые любезно согласились нам в этом помочь. И здесь мы выполним те же элементы, которые выполняют обычно, только вот уже на парковке, где большая проходимость людей, большее количество зрителей. Как показывает практика, женщина-водитель, она более внимательна и осторожна при участии в дорожном движении. И с данной категорией участников дорожного движения происходит меньшее количество ДТП, чем с мужчинами. Среди участниц работницы сферы торговли, образования, транспорта и даже инспектор ДПС. Всем девушкам предстояло пройти шесть конкурсных этапов. Презентация автомобиля в любом творческом жанре. Здесь учитывалось и художественное оформление автомобиля, и артистизм участницы. Теоретические испытания, вопрос-ответ и практическое выполнение элементов вождения, испытания по замене колеса и многие другие. Стаж вождения у меня уже 11 лет. Решила в этом году поучаствовать. В прошлом году просто не успела. Была в это время в командировке в Оренбурге. Из-за этого не смогла. Поэтому в этом году решила, что как-то так. Оно было, во-первых, очень спонтанно. И даже об этом не знала. Сообщил мне брат. Он работает в Барсэме. И поэтому решила поучаствовать. Думаю, что интересно, во-первых, показать, что женщины за рулем тоже могут многое и наравне с мужчинами. Потому что бывает такое, что не очень нравится мужчинам, когда женщины за рулем совершают какие-то ошибки, пускай даже мелкие. Но в то же время я считаю, что мужчины тоже такие же ошибки могут совершать. По итогам городского этапа конкурса «Автоледи» победу одержала Елена Писарчук. Второе место досталось Юлии Яловой. Именно эти «Автоледи» получили ценные призы от партнеров и вскоре представят Брест на областном этапе конкурса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова